Я уже не раз показывала вам, в каких роскошных и огромных виллах живут любители олд-мани в Дубае. А как же тогда живут современные миллионеры, которые просто хотят жить в комфорте и уюте? Сегодня я покажу вам, как выглядит квартира современного жителя Дубая в комплексе Николас Резиденс от Сегрикс Девелопмент. Пойдемте посмотрим вместе. В каждом доме в Дубае есть красивый ресепшн. Многие мне пишут в комментариях, это все неправда, ты не в доме, ты в отеле, ты снимаешь отель, а не квартиру. На самом деле, друзья, все ресепшны и все лобби в Дубае выглядят вот таким образом. Да, действительно, это похоже на отель. Кстати говоря, здесь нет никакой злой вахтерши, которая провожает взглядом недовольным каждого посетителя. Зато здесь есть очень ответственная охрана, которая, кстати говоря, проверяет документы на входе, когда приходит какой-то незнакомый человек. Поэтому все для вашей безопасности и спокойствия. Посмотрите, какие огромные мониторы здесь у охраны. Все это не случайно. Здесь на самом деле в этом доме очень много камер. Только в этом лобби я насчитала раз, два, три, четыре камеры и, возможно, где-то еще есть даже, которые я не вижу. Вот все для того, чтобы люди, которые здесь живут, чувствовали себя безопасно и знали вообще, кто в этот дом заходит. Прежде чем я покажу вам квартиру, которая находится в этом доме, я покажу вам, что еще интересного есть на территории самого дома. В этом доме, так же, как и в других проектах Vitality или Stonehenge, здесь есть просторные вот такие тренажерные залы. Здесь очень приятно ходить, кстати говоря, хорошо работает кондиционер, что очень важно. Есть вот такие вот прекрасные тренажеры от Ergo, две беговые дорожки. В принципе, все самые такие базовые необходимые тренажеры для того, чтобы вести здоровый, счастливый образ жизни. И самое крутое, это то, что здесь есть сауна и хамам, которые доступны всем жителям дома. Это очень удобно. Не обязательно покупать никакие абонементы в тренажерный зал и другие спа-салоны, потому что здесь просто вот прямо у тебя дома все есть. Здесь также находится вот такая открытая лаунж-зона. Зимой здесь можно даже делать гриль. Здесь выносят такие грили, которые стоят прямо вот здесь. И, конечно же, находятся столики, вот такие небольшие арки с тенью, которые, да, дают нашим гостям прекрасно отдыхать здесь. И, кстати говоря, здесь также находится бассейн, но там находятся люди, поэтому немножечко трудно это снимать. Мы попробуем немножечко показать вам. Но на самом деле вот даже в такую жаркую погоду летом люди все равно здесь сейчас отдыхают. Это не только приятное место для жизни, но и выгодная инвестиция. Этот проект был сдан в 2022 году, и те, кто успел купить тут апартаменты, сейчас получают от 8% доходности на сдачу и перепродажу. И что очень приятно, при покупке квартиры вы получаете парковочное место, которое уже включено в стоимость квартиры. Ну что, пришло время посмотреть, как выглядит квартира современного жителя Дубая. Это двухкомнатная квартира, точнее она называется two-bedroom. По-нашему это как трехкомнатная. То есть здесь есть две спальни и еще вот такая большая зона, где можно присесть на диване. То есть у вас, по сути, гостиная, совмещенная с кухней. Здесь очень такие приятные натуральные материалы. И, кстати говоря, сейчас покажу вам еще одно очень интересное место. Мое любимое место в этой квартире – это вот эта потрясающая гигантская терраса. Здесь можно устраивать настоящие дискотеки и фестивали. Посмотрите, как здесь уютно и красиво. Мне кажется, вот в Дубай нужно переезжать только ради вот таких огромных террас, чтобы здесь зимой пить чай, смотреть на виды, да, смотреть на этот прекрасный район. Кстати говоря, здесь рядом находится зеленый парк и тоже видно его и здесь с этой террасы. В районе GVC находится большой зеленый парк, а также неподалеку находится известный, самый большой в мире парк цветов – Меркл Гарден. За покупками, а также за развлечениями жители этого района отправляются в уютный Circle Mall. Для семей большим плюсом является наличие детских садов и школ, а салоны красоты, ветеринарные клиники, продуктовые магазины и аптеки находятся менее чем в 10 минутах езды, что делает это место особенно удобным. Это такая просторная шоу-китчен, это открытая кухня с барной стойкой, то есть можно прямо здесь готовить и угощать своих гостей за вот этими барными стульями. Здесь также есть, естественно, плита. Кстати говоря, вся техника от компании TECO и плита, и, соответственно, духовка, и даже микроволновая печь. Вот также здесь есть холодильник, спрятавшийся за вот такой интересной минималистичной дверцей. Я вообще люблю вот такие минималистичные дизайны, когда не видно никакой техники. Такой стиль увеличивает пространство, и при этом сохраняется вот эта идея зонирования, когда у тебя все-таки отдельно остается гостиная и отдельно кухня. Такой эффект достигается вот как раз-таки тем, что кухня у нас темно-серого цвета, а гостиная остается вот в таких нежных бежевых тонах. Теперь давайте посмотрим, как выглядит спальня. Вот такая небольшая уютная спальня есть в этом шоуруме. Она небольшого размера, но при этом за счет света, за счет больших окон здесь очень уютно, просторно, и даже есть вид на нашу прекрасную террасу. Здесь есть в квартире всего два санузла. Этот санузел, я думаю, можно считать гостевым. Есть душ, есть унитаз, есть раковина такая вот интересная, современная. В общем, такой красивый минималистичный дизайн. Свежая, приятная ванная. Здесь есть вот такая небольшая кладовая, здесь можно хранить всякие габаритные вещи. И также, кстати говоря, здесь еще одно дополнительное помещение, которое можно использовать под какие-нибудь, например, ну не знаю, можно, конечно, мини-офис здесь себе организовать. Вот, ну в принципе, тоже используется, я думаю, как гардеробная для многих, да. То есть, например, сделать себе там гардеробную без проблем хватит места. А теперь мы переходим в еще одну комнату. Она пустая, это тоже может быть еще одна спальня, я думаю, вы слышите эхо. Да, здесь ничего нету. Подразумевается, что человек, который покупает себе квартиру, сам определяет назначение этой комнаты. Вот здесь тоже такая интересная стена со шкафами. Мне очень нравятся такие встроенные шкафы без лишних деталей. И, кстати говоря, здесь просто потрясающее большое окно, вот вид тоже на нашу большую террасу. И точно такой же санузел есть в этой спальне. Также есть раковина, туалет и душевая. К сожалению, этот дом уже сдан, однако есть другие проекты, даже немножечко выше уровнем, в этом же районе. Например, проект, который называется Stonehenge. Есть Stonehenge 1 и Stonehenge 2. И также есть проект, который называется Vitality. В Дубае очень популярно покупать квартиру в качестве инвестиций. И здесь очень важно, кстати говоря, не забывать о том, какой сервис-чардж в домах. Например, многие люди покупают квартиру и только в конце потом узнают, что там очень высокий сервис-чардж. Это такой сбор за обслуживание дома, например, бассейн, какие-то дополнительные общественные зоны. Иногда он настолько высок, что просто покупать эту квартиру в качестве инвестиций не имеет никакого смысла. В проектах от Segrex Development достаточно приятные цены на сервис-чардж. Например, в Николас Резиденс цена 12 дирхамов за квадратный фит в год. В проектах Stonehenge 14 дирхамов, а в проекте Vitality 15 дирхамов. Если вы себе хотите обеспечить доход от недвижимости в Дубае или подбираете квартиру для себя, переходите по ссылке в описании под этим видео, пишите кодовое слово Дубай, и менеджер компании свяжется с вами и предложит лучшие варианты на рынке и проведет для вас бесплатную консультацию. Субтитры создавал DimaTorzok